Партийцы При этом процедура принятия соответствующего закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах. Важно, чтобы данный процесс не стал шокирующим для людей, которые сегодня находятся на пороге пенсионного возраста, подчеркнул секретарь Воронежского регионального отделения Владимир Нетесов. По его мнению, вопрос повышения пенсионного возраста актуален в силу демографических и экономических реалий. Неизбежность этого процесса экономисты объясняют высоким налоговым давлением на официально работающих граждан, а также ростом продолжительности жизни населения, пояснил секретарь отделения партии. О том, что предложение правительства позволит выполнить ключевую задачу, поставленную президентом, повысить пенсии, заявил секретарь Рязанского регионального отделения Аркадий Фомин. Процедура принятия федерального закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах, чтобы предложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта. По словам Фомина, сейчас более половины россиян после достижения пенсионного возраста продолжают работать, остаются активными участниками экономической жизни. Мы понимаем, что одна из причин этого – размер пенсии. Поэтому основная задача пенсионной реформы заключается в том, чтобы человек после завершения трудовой деятельности мог поддерживать привычный уровень жизни, отметил политик. В свою очередь, секретарь Ромбовского отделения «Единой России» Евгений Матушкин считает, что пенсионная реформа должна стать источником роста благосостояния граждан. В данный момент перед страной стоит задача развития, важно обеспечивать увеличение уровня жизни населения, в частности, рост пенсии выше инфляции. Предложения Кабмина по совершенствованию пенсионной системы учитывают интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп населения, уверен секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Ранее «Единая Россия» заявила, что готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте. Продолжение следует...